Всем привет! В этом видео поговорим о том, что польский сейм отправил правительство Моровецкого в отставку. Вчера в Польше официально сменилось правительство. Президент Дуда принял к присяге нового главу правительства Дональда Туска и его кабинет министров. Двумя днями ранее депутаты польского сейма отправили в отставку премьером Матюша Моровецкого, который возглавлял польское правительство с 2017 года. До последнего момента Моровецкий рассчитывал на поддержку депутатов, выступив перед ними с яркой программной речью и пообещав существенно повысить зарплаты полякам. Однако удержать власть Моровецкому не удалось. Напомню, что Дональд Туск накануне парламентских выборов обещал сразу после прихода к власти завести уголовные дела на руководителей партии права и справедливости, в частности, на Моровецкого и на президента Дуду. Ну а пока первым решением Туска стала отставка всех пяти руководителей польских спецслужб. Уход с политической арены Польши национально ориентированных политиков придет к смене польского внешнеполитического курса. Последние годы Моровецкого во главе правительства проходили под лозунгами борьбы с Россией, Германией, Евросоюзом и позднее с Украиной. Войну на четыре фронта Польша проиграла. Евросоюз лишил поляков нескольких десятков миллиардов евро, что больно ударило по польской экономике. Ухудшение отношений с Берлином сократили инвестиции немецких компаний в создание новых производств на территории Польши. Ускоренную милитаризацию для подготовки к войне с Россией большинство простых поляков не поддержало. Дональд Туск заявил, что займется исправлением ошибок, допущенных предыдущим руководством. Если Моровецкий ориентировался на поддержку Великобритании и вел курс на ослабление Евросоюза и Германии, то Туск будет ориентироваться на Белый дом. Он, вероятно, быстро урегулирует разногласия с Брюсселем, откажется у требований о выплате и репарации Германии, разблокирует украинскую границу. При этом в отношении России польский курс не изменится. Дональд Туск уже заявил, что Польша будет проводить единый с ЕС и НАТО курс по поддержке Украины. Продолжение следует...